Добрый день, меня зовут Сергей и вы на канале Мурашник в Домах. Сегодня мы продолжим обозревать древесных муравьев из разных уголков планеты. В своих предыдущих видео мы рассказывали о муравьях рода Далиходерус, а также родов Темноторакс и Лептоторакс. Один из наших зрителей попросил рассказать о роде Децитон. Мы с удовольствием выполняем его просьбу. К тому же муравьи действительно очень интересные. Более двухсот лет род Децитон считался состоящим из одного вида. И только в 2008 году перуанский энтомолог Фрэнд Азорса и мирмеколог из США Джеффри Соса Кальво описали второй вид этого рода муравьев. Место обитания этих муравьев неотропика. Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаяна, Колумбия, Перу, Суринам, Тринидад и Табага, Французская Гвиана и Эквадор. Итак, давайте посмотрим на героев нашего видео поближе. Начнем с удивительной формы этих муравьев. Прежде всего привлекает внимание сердцевидная голова с длинными мандибулами. Мандибулы эти работают по принципу капканов, как и у известных в среде киперов муравьев рода Антонтамахус. Дацетон – это муравьи среднего размера, полиморфные, длиной от 7 до 8 мм. Живут в ветвях и стволах тропических деревьев, используя, как правило, ходы в древесине, оставленные различными древоточцами и естественные полости. Окраска светло-коричневая. На груди имеют 2-3 пары защитных шипов. Самые длинные – на предней спинке, немного изогнуты вперед. Теперь рассмотрим биологию и поведение муравьев рода Дацетон. Муравейники наиболее распространенного представителя рода Дацетон Армигерум – полигинные, то есть содержат несколько маток, и полидомные – состоят из нескольких взаимосвязанных гнезд. Ранее считалось, что в гнездах рода Дацетон проживает от 2,5 до 10 тысяч рабочих муравьев. Однако в последнее время ученые сообщают, что в нескольких связанных гнездах может быть до миллиона муравьев. Муравьи рода Дацетон являются активными хищниками, совершающими одиночную форажировку. Однако если муравей обнаружит достаточно крупную добычу, то он может вернуться домой за подмогой, оставляя след из феромонов. Таким образом данный муравей может поймать добычу, превышающую его размер в 90 раз. Охота происходит преимущественно в дневное время и осуществляется только крупными рабочими. Мелкие муравьи пределы своего гнезда не покидают. Муравьи данного рода обладают прекрасным зрением, позволяющим заметить добычу издалека. Муравьи, притаившись на концах ветвей своего дерева, обнаруживают добычу визуально и могут начать молниеносное приближение до того, как жертва приземлится, немедленно поразив ее. Для победы данный муравей использует два совершенно хороших оружия. Первое – это его мандибулы, о которых мы уже упоминали. Это челюсти, которые работают по принципу капканов. Муравей раскрывает их на 180 градусов и фиксирует, словно взводя пружину, управляемую сильной мускулатурой. Между мандибулами находятся чувствительные волоски. Когда муравей бросается на свою жертву, то при соприкосновении с добычей волоски передают команду и страшные челюсти схлопываются с неимоверной скоростью и силой. Кроме челюстей, вторым оружием данного муравья является жалоб, которым муравьи могут ужалить свою жертву, впрыснув смесь паразинов, вырабатываемых ядовитой железой. Хотя муравьи рода децитон и хищники, но тем не менее жизнь древесных муравьев, особенно крупных семей, не может быть основана только на результатах их хищной деятельности. Эти муравьи могут также использовать различные растительные источники пищи, такие как нектар, а также пать от сокососущих двухкрылых. Среди уникальных свойств данного муравья также можно отметить умение планировать, используя в качестве планера свою огромную голову. Данное умение позволяет сорвавшемуся с ветвей или листьев муравью приземлиться на то же дерево, с которое он упал, и в результате отыскать свое гнездо. Наконец отметим, что муравьи рода децитон проявляют как внутри, таким же видовую агрессивность. И хотя некоторые колонии древесных муравьев, как например муравьи рода криматогастер, и могут ужиться с ними на одном деле, но это не избавляет их от периодических нападений и грабежа пойманной добычи. Что касается содержания данного вида киперами, то в русскоязычных источниках пишут, что данный муравей в домашних условиях не содержится. Но тем не менее на ютубе можно найти видео с этим муравьем в пробирках и фармикариях. Ну а на сегодня все. Если вам нравятся наши видео и вы хотите, чтобы они продолжали выходить, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, о каких родах муравьев вы бы еще хотели услышать. И до следующего видео!